Зимник на Ренмар Тельвиска могут открыть в ближайшие дни. Как сообщили ранее в Департаменте строительства ЖКХ энергетики и транспорта НАО, основные работы уже завершены. При положительном решении спецкомиссии дорога может открыться уже 11 января. Совпадают ли эти сроки с реальным положением дел, узнаете из материала моих коллег. Это четвертый километр пока еще не достроенного зимника до Тельвиски. Работа здесь буквально кипит. Тяжелая техника ровняет дорожное полотно. Снега мало, кочки. Тут уровень отвала никак не удерживаешь под снегом. Приходится срезать, бывает, местами кочек. Когда дорогу более-менее выровняют, начнется этап проливки. Далее вишкование и установка недостающих дорожных знаков. Работы по обустройству временной ледовой трассы, которая свяжет Тельвиску с окружной столицей, планируют закончить к 14 января. 4 километра 120 метров – это получается у нас готовность 100%, а уже где-то полтора километра у нас готовность 90%. А так сейчас в данный момент идет проливка, проминка и вишкование в этом плане. Практически готовая переправа через реку Казенная Виска. Сейчас подрядчик завершает работы по намораживанию. Толщина льда 60 сантиметров, что позволит пропускать технику весом до 20 тонн. Сдать объект должны были еще 20 декабря. Но из-за теплой погоды подрядчик не уложился в сроки. Подрядной организацией данный срок не выдержан. Во-первых, по погодным условиям. Ну и во-вторых, на сегодняшний день работы еще не завершены. В ближайшее время планируем все-таки закончить работу по устройству зимника и запустить его в эксплуатацию. Как пояснили в централизованном стройзаказчике, для удобства автомобилистов ширина дорожного полотна составит 9 метров. Шесть проезжая часть по полтора метра обочина. Общая протяженность зимника на Тельвиску почти 6 километров. Пропускная способность временной дороги до 150 автомобилей в сутки. По условиям контракта движение по зимнику будет открыто до 30 апреля. Любовь Пермякова, Алина Выучейская, Сергей Качегов, Телеканал Север.